Жазмин цветет, мы вышли из машины, я чувствую, прям как духами пахнет. А вот оказывается этот куст, очень хороший запах. С плодами. Это грейпфруты, да, это грейпфруты. Но это на другой стороне от того домика, куда мы идем. Это вот этот дом. Мы в Саннивейле, ближе к 101 хайвею, здесь нет рядом никакой большой такой глобальной магистральной улицы, но тем не менее движение само по себе такое в общем существует. Мы вот стоим на этом месте и все время кто-то мимо проезжает в одну сторону, в другую. Так, Света, скажи пару слов про домик. Здесь три спальные, один туалет. Так. 1384 футов. Участок 5600. Так, пять с половиной. Хорошо. Так, а школы, может быть? Тут плохие школы. Плохие. То есть это что значит, тройки, четверки? Ну, я не знаю. Ну, такие, не очень хорошие. И что они хотят? 795. 795. Почему так? И все? Нет, ну может быть еще что-то? Я думаю, что они получат больше. Ага. А, то есть может быть это такая завлекалочка? Ну, во всяком случае, смотри, тут птички чирикают. И самолеты летают? Нет, самолеты нет. Ну, вот ты только что летел. Ну, тут всюду самолеты летают. Но в целом дом такой даже покрашенный свежий, такой крыша более-менее нормальная. Да, да. Смотрите, довольно так. Ну, давайте вот там вход в дом. Вот я здесь забился в уголок. Значит, здесь такая маленькая площадочка там для покушать. Ну, это стейджинг, а не так специально. Значит, посмотри, к вам пол интересный. Дом сорок восьмого года. Это вот, вот оно с сорок восьмого года пола. Они его, конечно, там очистили, да? Вот, но все равно. Так. Вот мы очень практически от входной двери снимаем. Тут вот камин, окна современные. То есть тут много, много таких вещей, которые сделаны более современные. То есть как это работа и деньги получат. Это видно. Хорошо. Идем сюда. Вот тут дверка справа. Это что? Это просто шкафчики. Так. Вот тут вот у нас туалетик. Я поговорил с агентом, перебросился парой слов. Значит, он говорит, что цена вот эта 800 тысяч, что, в общем-то, как бы, ну, занижена явно. Я ему говорю, что вы реально-то хотите? Он говорит, ну вот, мы специально поставили цены ниже, чем в любом другом месте в окрестностях. Просто мы агрессивно продаем. Вот видите, вот эта такая пластмассовая стеночка. Тут все очень по такому подешевому стандарту сделано. Хотя вот чкафчики, туалетик, в общем, опять тоже какие-то деньги положены. Какая-то работа проведена. Вот плиточка внизу. Свет, что ты скажешь пока? Вот так ходим. Ну, понимаешь, как, значит, это, значит, называется флаг лорд. Ну, вот не прямоугольный, а он находится в Кулдесаке. Флаг лорд. Да. То есть вот, ну да, значит, Кулдесак это такая, ну, как бы, круговая такая порука. И там, соответственно, если из центра ты заходишь во многие домики, то, соответственно, участки не прямоугольные, а такими, как бы, флажком таким. И так, кроме того, это гараж на одну машину, то есть теоретически в Кулдесаке есть место расширится сделать нормальный дом. Но проблема в том, что гараж на одну машину действительно не разрешит это делать. А, для того, чтобы делать больше, надо, чтобы был гараж покрупнее. Ага. Так, ну давайте мы сейчас выйдем под двор. Сейчас заходим в бедрум. Так. Это не бедрум, а это мастер бедрум. Так, конец. Нет, это, это. Сори. Это просто, потому что здесь у нас шкафчик, я думал, там может быть ванная. Нет, это просто бедрум хороший, просторный. У него, знаете, вот угол вот этот, ведь окно. Тут на травку. Здесь на травку. И там во дворик. То есть очень, очень мило. Здесь на улицу. Так, теперь мы пойдем с вами на улицу. Так, выходим на улицу. Вот из этой дверки мы вышли. Такой дворик. Ну да, вы, может быть, видите, что он такой не прямоугольный. Вот там стена идет одна. Там стена идет другая. Видите, вот травка треугольничком таким идет. Вот это, то, что называется flag lot. Вот такой клин. Беды в этом нет никакой, но если ты хочешь строиться, то тогда возникают как бы потенциальные некоторые проблемы. То есть та площадь, которая у тебя есть, не может быть полностью задействована. Потому что ограничения. О, видите здесь тоже. Я не знаю, насколько вам это заметно. Но вот стоит дом, и заборчик далеко не параллелен дому. Вот, смотрите, да? Вот тут. Вот у меня здесь метра, наверное, три с половиной. А там, может быть, метр двадцать. Вот там, где калиточка. Да. Так что... Ой, тут у соседа, смотрите, что творится-то. Как он собирает, я не знаю. Может, вообще не собирает так декоративно. Я думаю, что собрать это невозможно. Но так посадишь, и потом не знаешь, что делать. Ах, как трудно жить. Мы пришли на кухню. Кухня, может сказать, новая. Или так, близко к тому. То есть, видно опять, что же и деньги положены. Смотрите, что происходит. Люди продают дешевле, во всем очень просят дешевле. При том, что явно положили деньги. Нет, они сколько-то лет назад это положили. Они перестроили и получили работу в другом месте. То есть, это не дом, где кто-то выиграет. А, они не специально положили деньги на стройку, а они просто положили. Они себе перестроили, но в хорошем состоянии. Открой, пожалуйста, дверку вот эту. Я хочу глянуть сюда. Гаражик. Ну, давай глянем. Открывай. Так. Да, гаражик небольшой. На одну машинку гаражик. Ну, такой чистенький, маленький, да. Ну, дом в общем, в хорошем состоянии. То есть, так видно, что я хожу. Ага. Ну, что, пошли. Ну, из потенциала тоже. Очень высоко. Знаешь, все эти дома, они все уйдут выше чем Маскин прайс. Маскин прайс – это как бы стартинг-поинт. Это вот ниже чего вообще даже… Это как на аукционе там, говорят, меньше не предлагать. Ну, да, да. А больше… Тут целое семейство на велосипедах там. Ну, видно локальных соседей. Папа и два сырочка, да.